Ленинский район уже давно по праву можно называть одним из спортивных центров Московской области. Администрация района на протяжении долгих лет большое внимание уделяет развитию детско-юношеского спорта и с удовольствием принимает у себя спортсменов со всей России. На этот раз Видновский дворец спорта встречал участников чемпионата и первенства Центрального федерального округа по карате. Подробности у Юлии Погасьян. Для всех регионов Центрального федерального округа однажды наступает момент принимать у себя соревнования по карате такого масштаба. В этот раз честью удостоился Ленинский район. Требования перед организаторами стояли очень высокие, но Видновский дворец спорта – это идеальное место, где комфортно себя почувствовали все 242 спортсмена из 15 регионов страны. Эти соревнования проходят раз в год и являются отборочными на Кубок России, а там и чемпионат Европы. Поэтому от того, как покажут ребята себя здесь, полностью зависит их дальнейшая спортивная судьба. Понимая эту ответственность, каждый выкладывается на все 100%. Очень надеюсь, что сегодня мы выявим только новых звезд, как обычно каждая соревнования показывает. Но и очень стабильно выступят наши сильнейшие спортсмены, которые докажут свой авторитет и право занимать место в составе сборной команды страны. Ленинский район представляли спортсмены городского центра спорта из Дюшор-Олимп. У ребят было преимущество, ведь соревнования проходили дома. Все тренеры были рядом, да и вообще наши каратисты считаются одними из сильнейших в области. Спортсмены Ленинского района, они всегда выступают на уровне Московской области себя хорошо, на ЦИФО хорошо выступают. И на России почти всегда в призах. И из-за этого они выступают иногда на европейском уровне, на международном уровне. Но спорт – вещь непредсказуемая. И как бы усердно спортсмен не тренировался, порой именно удача способствует победе. Для каратиста Валентина, представляющего видновскую команду, эти соревнования закончились поражением. Он занял лишь третье место. Со своим соперником он уже встречался до чемпионата. И в прошлый раз его с легкостью победил. Внутреннее состояние было немножко не то, конечно, нежели в прошлый раз, поэтому чуть не получилось. Почти все борцы как один утверждают, что в этом виде спорта залог успеха не только физическая подготовка. Ноги подкашиваются, голова кружится, я уже падаю в обморок плохо. Но потом, выходя на татаме, чувствуешь прилив бешеной энергии. Каратэ – один из самых эмоциональных видов спорта. И с каким внутренним настроем спортсмен будет идти на соревнования, на 50% влияет на результат. И эти характерные звуки, которые мы слышим, означают намного больше, чем может показаться. Крик дает силу. Ты всю в душу как вкладываешь. В этот день в Ленинском районе, помимо соревнований по каратэ, проходило много спортивных мероприятий. Ведь до открытия Олимпийских игр в Сочи остались считанные дни. И каждый желает приобщиться к самой актуальной теме спорта. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видно этого.